Привет! Меня зовут Сергей. На дворе осень, время собирать урожай, но даже если у вас нет ни дачи, ни грядок в деревне, но есть резинки, то вы тоже сможете собрать урожай вместе со мной. И сегодня мы будем собирать урожай свёклы. Вот такая свёклка сегодня у нас с вами уродится. И я думаю, что этот урок вам понравится, и эта свёкла пополнит вашу коллекцию 3D-овощей. Ну что, поехали! Подготовьте ваш станок. Ряды на нём расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперёд по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону. Открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Если у вас станок неразборный и все столбики смотрят в одну сторону, то ничего страшного, вы можете использовать и такую раскладку станка. Прежде всего нам нужно сделать листья нашей свёклы и стебельки листьев. То есть, когда свёкла уже созрела, то листья отпадают и появляются вместо листьев остаются только стебельки. Давайте посмотрим, как эти стебельки делаются. Всего нам их нужно сделать три штуки. Я покажу одну, и вам нужно будет сделать самостоятельно ещё две. Берём одну резинку, накручиваем два оборота на крючке, захватываем эти два оборота, накидываем на крючок ещё раз. Берём одну резинку. Я сейчас использую бордовый цвет или фуксия. Вы можете использовать красный, например, цвет резинок для создания самой свеклы и вот этих стебельков листьев. Беру одну резинку, закручиваю её два оборота на крючке, накидываю на кончик крючка и снимаю обороты, которые мы только что сделали. Другую часть накидываю на крючок. Затем берём ещё одну резинку, скручиваем её в два оборота, накидываем на крючок и снимаем на неё заготовку, которая уже у нас есть. И у нас потихонечку начинает формироваться цепочка. Сейчас она состоит из двух звеньев, не считая самой первой резинки. Всего нам нужно сделать такую цепочку, состоящую из восьми звеньев. То есть ещё нам понадобится... Две уже... Два звена сделали и, соответственно, осталось шесть звеньев. Каждую из резинок скручиваем вдвое, затем накидываем на кончик крючка и снимаем нашу заготовку. Один стебелёк у нас готов, но понадобится он нам немножко позже, поэтому я накину его временно на спичку, засунув её в те петельки, которые находятся на крючке. Крючок убираем и самостоятельно сделайте ещё два таких стебелька. Я их уже предварительно сделал, как вы видите, и поэтому могу перейти к следующему этапу. Это создание непосредственно листьев. Для листьев выберите зелёный цвет или тот, который вам нравится, салатовый. Беру одну резинку и накидываю её с шестого на седьмой столбик, если мы будем считать слева. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Но прежде чем накинуть, мы её скручиваем в два оборота и при накидывании поворачиваем восьмёркой. По центру у нас образуются перекрестия. Затем берём просто одну резинку, накидываем её сверху и с помощью крючка снимаем резиночки нижнего ряда с левой стороны и с правой стороны. И вот эта резинка у нас оказывается в центре. Опускаем то, что у нас получилось вниз и делаем следующий. Второй ряд. Слева накидываем, поворачивая восьмёркой, одну резинку. Затем по центру просто, без восьмёрок. И справа накидываем, поворачивая восьмёркой. Снимаем нижний ряд здесь и, соответственно, вот здесь. Опускаем то, что у нас получилось вниз и накидываем следующий. Получается третий ряд. Накидываю сюда, не поворачивая восьмёркой. Затем я беру ту же резинку, тот же цвет, который использовал для стебелька, цвет фуксия. Накидываю вот так. И с правой стороны опять зелёную. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. Опускаем то, что у нас получилось вниз. И переходим к накидыванию четвёртого ряда. И опять мы расширяем нашу конструкцию. Слева накидываем, поворачивая резинку восьмёркой. Затем просто. Затем резинку цвета фуксия. Просто. И поворачивая восьмёркой. И снимаем нижний ряд с каждого столбика, на которых этот нижний ряд есть. Вот здесь, например, ничего нет. Здесь одна резинка. Здесь две резинки относятся к нижнему ряду. Здесь тоже две. И здесь одна резинка. И вот здесь ничего нет. Опускаем то, что у нас получилось вниз. Переходим к накидыванию пятого ряда. Просто. Без восьмёрок. Просто. Фуксия. Без восьмёрок. И без восьмёрок. Восьмёрки мы накидываем только тогда, когда расширяем нашу конструкцию. Сейчас мы её не расширяем, а просто накидываем ряд сверху. Поэтому всё без восьмёрок. И снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. Здесь одна резиночка. Здесь две. Здесь две. Две. Одна. И одна. Опускаем то, что получилось вниз. И сейчас будем делать следующий шестой ряд. И опять займёмся расширением. Слева, поворачивая восьмёркой. Затем просто одну резинку. Теперь берём фуксию. Зелёную. Фуксию. Зелёную. И поворачиваем восьмёркой, расширяя конструкцию. Снимаем с каждого столбика, на котором есть нижний ряд. Собственно, нижний ряд и снимаем. Здесь одна резинка. Здесь две. 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 И две. Опускаем то, что получилось вниз. И следующий ряд у нас седьмой. Мы просто накидываем резиночки сверху. Зелёная. 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 По центру фуксия. И опять три зелёных. И с каждого столбика снимаем нижний ряд. Опускаем то, что у нас получилось вниз. Переходим к созданию восьмого ряда. На нём мы опять занимаемся расширением. Берём одну резинку, накидываем с левой стороны, поворачивая восьмёркой. Затем раз. Два. Зелёных. Фуксия. Зелёная. Опять фуксия. Зелёная. Зелёная. И зелёная, повёрнутая восьмёркой. Теперь снимаем с каждого столбика нижний ряд. Опускаем то, что у нас получилось вниз. И сейчас будем накидывать последний ряд. Четыре зелёных резинки по порядку. Одна. Вторая. Три. Четыре. Затем фуксия в центре. Ну или красная резинка. Смотря какие вы используете, я использую цвет фуксия. И четыре зелёных, соответственно, после фуксии. Теперь с каждого столбика, как обычно, снимаем нижний ряд. И будем завершать работу над нашим листиком. А завершаем мы следующим образом. Давайте сначала опустим то, что у нас получилось вниз. И смотрите, с самого правого столбика мы захватываем резинку, которая здесь находится. И перекидываем её на столбик, который находится левее. Заводим теперь здесь крючок сверху, отодвигаем верхнюю резинку, изнутри захватываем нижнюю пару. Снимаем её и накидываем на столбик, который находится левее. На этом теперь столбике заводим крючок сверху, захватываем изнутри нижнюю пару, снимаем и передвигаем на столбик, который находится левее. Теперь здесь, опять же, сверху, изнутри захватываем пару и перетаскиваем на столбик, который находится левее. И ещё раз это делаем. И давайте посчитаем, где мы остановились. Если считать слева, например, первый, второй, третий, четвёртый, пятый. На пятом столбике мы как раз остановились работать с правой частью. Теперь точно так же нам нужно слева направо гнать. Отсюда, с левого столбика, снимаем, накидываем чуть правее. На этом столбике заводим крючок сверху, изнутри захватываем пару, снимаем, накидываем правее пару. Здесь теперь изнутри захватываю пару, снимаю, накидываю правее. И ещё одну последнюю пару изнутри захватываем и накидываем правее. Вот что у нас получилось. Теперь на центральном столбике нам нужно захватить нижнюю пару и скинуть её с этого столбика. Снимаем все резиночки, кроме центрального. С центрального столбика скидываем резинки на крючок. Вот такой у нас получился листик, но этому листику нужно сделать стебелёк. Используем фуксия резинки. Скручиваю в два оборота, накидываю на крючок и просовываю сквозь петельки, которые получились. Другую часть накидываю на крючок. Затем ещё одну резинку, скручиваю вдвое, просовываю внутри, другую часть на крючок. И начинает опять же формироваться цепочка. Всего нам нужно сделать 8 звеньев такой цепочки. Поэтому ещё 6 резиночек нам понадобятся. Это 3-я. 4-я. 5-я. 6-я. 7-я. И, наконец, 8-я резинка. И деталь у нас полностью готова. Вот такой листик получился. Теперь отмотайте это видео немножко назад. И сделайте ещё 2 таких же листочка. Всего у нас должно получиться 3 листика. Я их уже предварительно сделал. Вот этот листик перекидываю на спичку, так как он мне понадобится немножко позже. И сейчас мы займёмся непосредственно работой над телом свеклы. Будем делать примерно в серединке станка. Я беру 2 резинки и накидываю их со столбика ближнего ряда на центральный столбик по диагонали немножко. Теперь с центрального столбика вот сюда. И снова с центрального столбика на столбик дальнего ряда. И у меня получилась вот такая деталька. Чуть ниже нам нужно сделать такую же детальку, но как бы в зеркальном отображении. То есть, чтобы вот эти стрелочки смотрели в правую сторону. Лучики. И ещё одна пара. Готово. На вот этот столбик нам нужно накрутить 2 резинки, 3 оборота. Накидываю. Получился 1 оборот. Закручиваю второй. И закручиваю третий оборот. Далее с помощью крючка мы захватываем пары резинок и накидываем их на соответствующие столбики. Отодвигаю обороты, которые получились у меня. Захватываю пару, которая находится выше всего. Снимаю её со столбика и накидываю на тот, которому она принадлежит. То есть, это столбик дальнего ряда. Следующую пару захватываю изнутри, которая выше находится. Она у меня относится к столбику центрального ряда. Я сюда её и накидываю. И последняя пара изнутри идёт вот сюда. Теперь нам понадобятся заготовки листиков и заготовки стебельков. Две заготовки стебельков и одна заготовка листика. Давайте начнём, например, со стебелька. Немножко натянем его и перекинем петельки со спички на крючок. На той половинке, где мы уже сплели резиночки, мы со столбика захватываем две верхних. Всего здесь четыре. Мы две верхних захватываем и скидываем на них вот эти детальки. И возвращаем обратно на столбик. У нас стебелёк закрепился. На следующем столбике нам нужно закрепить листик. Нам нужно завести крючок с внешней стороны листика. Вот, допустим, внутренняя сторона это та, в которую листик загибается. А внешняя сторона это вот эта. Заводим крючок с внешней стороны стебелёк. Захватываю теперь с центрального столбика верхнюю пару резиночек. Снимаю и скидываю листик на эти резинки. Возвращаю обратно на столбик то, что я сейчас с него снял. И у меня получилось расположение этого листика таким образом, что он внутренней стороной смотрит в центр. И на вот этом столбике у нас получается стебелёк, листик. Значит, здесь идёт стебелёк. Я беру стебелёк, просовываю его в крючок, захватываю две верхних резинки и снимаю его сюда. Возвращаю обратно на столбик. Итак, теперь нам нужно сделать вот что. Причём, будьте очень-очень внимательны. Внимательнее, чем на контрольной по математике, потому что сейчас нам нужно будет заняться наращиванием ширины нашей конструкции. Прежде всего, мы заводим крючок в центральный столбик, вытаскиваю крючок снизу, накидываю пару и сверху высовываю. Другую часть этой пары накидываю на крючок. Размещаю эти резинки на столбик, который находится чуть дальше. Теперь беру ещё одну пару, просовываю крючок вот в этот столбик, накидываю пару, другую часть высовываю сверху и накидываю на крючок. Размещаю на свободном столбике ближнего ряда. С дальней стороной тоже так же делаем. Заводим крючок в центр, высовываем его снизу, накидываю пару, пару протаскиваю сверху, другую часть накидываю на крючок и размещаем на противоположном столбике. И на данный момент у нас вот такая конструкция получается. Теперь берём ещё пару и делаем следующее. Вот в этот столбик заводим крючок, сверху вниз накидываем пару, высовываем другую часть на крючок и размещаем на столбике, который левее находится. Сюда же заводим крючок сверху вниз, пару, накидываем её в правую сторону. И ещё одну пару, заводим сюда же крючок, накидываю пару, высовываю сверху, другую часть накидываю на крючок, снимаю с этого столбика те резиночки, которые на нём находятся, и вместо них накидываю резинки с крючка. Точно так же нам нужно поступить и вот на дальней, противоположной стороне. Я поверну станок, чтобы было лучше видно и чтобы было удобнее работать. Мы заводим крючок вот сюда, не в самый последний, а в предпоследний столбик, высовываю крючок снизу, пару, эту пару в правую сторону, следующую пару в левую сторону, и ещё одну пару на этот же столбик, предварительно сняв с него петли, которые на нём находятся, и вместо них накидываю резиночки с крючка. Теперь нам нужно на вот этих последних пяти столбиках сделать наращение из пар резинок. Начнём, например, вот отсюда. Завожу крючок, пару, вытаскиваю сверху другую часть на крючок, снимаю со столбика то, что на нём находится, и вместо тех резиночек накидываю резинки с крючка. На следующем столбике завожу крючок сверху вниз, накидываю пару, высовываю сверху другую часть на крючок, снимаю со столбика то, что на нём находится, и вместо этого накидываю резиночки с крючка. на центральном и два столбика осталось. Отлично! С одной половинкой мы разобрались. Теперь точно так же нам нужно поработать и с другой половинкой. Но сначала нам нужно взять вот эти петельки и натянуть их на соседний столбик. Чтобы это было легче сделать, давайте возьмём вот здесь резинки, почти что с самого последнего столбика, и натянем их правее. Затем уже с самого центра снимаем. Это пара, скрученная в три оборота. Помните, мы её скручивали. И накидываю вот сюда. Здесь я поправлю, чтобы всё было ровненько. И далее мы работаем уже вот с этими тремя парами, точно так же, как и работали с этой половиной. Сначала нам нужно с центра захватить эти пары по очереди и накинуть на соответствующие столбики. То есть я завожу крючок сверху вниз, захватываю одну пару, накидываю её на соответствующий столбик, ещё одну пару изнутри, накидываю на центральный, и последняя пара у меня осталась, я накидываю её вот на этот столбик. Далее вы помните, что нам нужно закрепить листочки и стебельки. У нас был стебелёк, листочек, стебелёк, значит сейчас должен идти листочек. Я завожу крючок с внешней стороны, спичку убираю, захватываю пару резинок и снимаю на эту пару мой листок. Возвращаю на столбик резиночки, которые только что с этого столбика снял. Видите, листочек внутренней стороной располагается к центру. Далее в центре идёт стебелёк, захватываю верхнюю пару, снимаю вот эти и возвращаю обратно. И у нас остался один листочек, вот он. Я завожу опять же крючок с внешней стороны, убираю спичку, захватываю верхнюю пару, снимаю на неё листок и возвращаю обратно на столбик. Итак, теперь мы берём, засовываем крючок в последнюю вот эту центральную пару и вытаскиваем крючок снизу, пару накидываем на него, вытаскиваем сверху, другую часть на крючок и накидываем вот сюда. Сюда же заводим крючок, куда только что заводили, накидываем пару, вытаскиваем сверху другую часть на крючок и размещаем вот на этом свободном столбике. Точно так же и с той стороны делаем. Завожу крючок сюда же в центр, пару на крючок, вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, и накидываем вот сюда. Теперь разбираемся вот с этим столбиком. Завожу в него крючок, пару, сверху, и эта пара идёт в левую сторону. Сюда же заводим крючок и следующую пару берём. Она идёт в правую сторону и сюда же последнюю пару, третью, и она идёт на этот же столбик. Мы с него предварительно снимаем резинки, которые на нём находятся и вместо них накидываем резиночки с крючка. С дальней стороной поступаем точно так же. Поворачиваю, в предпоследний столбик заводим крючок, пару, сверху. Эта пара идёт в левую сторону. Следующая пара идёт в правую сторону. и последняя пара идёт на этот же столбик. Готово. Точно так же, как и в прошлой половинке, вот эти пять столбиков нам нужно нарастить парами резинок. Начнём отсюда. изнутри захватываю пару, снимаю другую часть на крючок, со столбика скидываем резиночки, которые на нём находятся, и вместо них накидываем резинки с крючка. Здесь повторяем эту же операцию. Пару резинок вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика все резиночки и вместо них накидываем резинки с крючка. Здесь теперь в центре пару, вытаскиваю эту пару сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика и вместо этого накидываем резинки с крючка и нам осталось поработать вот с этим и вот с этим столбиком. Готово. Единственное, что нам еще осталось сделать на данном этапе, это нарастить вот этот центральный столбик и противоположный центральный столбик, тоже парами резинок. Я сюда завожу крючок, здесь очень много резиночек, захватываю пару, вытаскиваю сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика все, что на нем находится и вместо этого накидываем пару с крючка. На противоположном центральном столбике, вот на этом, делаем точно так же. Завожу крючок сверху вниз, пару сюда, вытаскиваем сверху, снимаем со столбика то, что на нем есть и вместо этого накидываем резиночки с крючка. Итак, наконец-то мы с вами сделали базовый слой. Теперь переходим к следующему слою, в котором нам нужно накинуть резиночки парами по кругу. Но, чтобы дальше было удобнее работать, я вот так возьму все листики и накину на них резинку, чтобы они находились в центре и нам не мешались. И еще один оборот. Итак, делаем следующий слой по кругу пары резинок. Итак, делаем все. Поехали. По всему периметру Я накинул пары резинок И теперь на каждом столбике Мы должны захватить резинки нижнего слоя Это 4 нижних резинки на каждом столбике Натянуть их И скинуть с внешней стороны внутрь На следующем столбике Захватываем 4 резинки нижнего слоя И скидываем их со столбика На третьем точно так же Далее 4 нижних Чтобы удобнее было работать С центральными столбиками И со столбиками дальнего ряда Я поворачиваю станок Вот на этом центральном столбике Мы заводим крючок с внешней стороны Захватываем нижнюю четверку резинок И скидываем со столбика Здесь все как обычно 4 Здесь 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 И последнее Последний столбик Центральный На нем тоже 4 нижних Захватываю и скидываю Опускаем то, что у нас получилось Сейчас вниз И делаем еще один Точно такой же ряд Накидывая резинки парами И затем снимая с каждого столбика Нижнюю четверку По всему периметру Накидываем пары резинок Снимаем нижний слой Прежде чем перейдем к накидыванию резинок следующего слоя Давайте на крайних столбиках опустим резинки вниз А вот на центральном столбике На центральных столбиках мы наоборот Поднимем то, что у нас получается Наверх Можно потянуть аккуратненько за стебельки Можно крючком помочь С центра поднимаем все наверх Чтобы у нас свекла постепенно вырастала Следующий ряд Это ряд с глазами Создание глаз Как обычно для фигурок такого типа Берем одну черную резинку Скручиваем два оборота На крючке Захватываем эти два оборотика Накидываем на крючок еще раз Переносим эти оборотики На пару Красных резинок И размещаем Вот здесь Со второго на третий столбик Если этот считать первым То со второго на третий Делаем еще один глаз Точно так же Два оборота Захватываем Накидываем на крючок еще раз Переносим на пару красных Размещаем с третьего на четвертый столбик И чтобы слой получился полноценным На все оставшиеся столбики По периметру Мы накидываем просто пары Таких красных резинок Таких красных резинок Готово И теперь как обычно С каждого столбика Снимаем нижнюю четверку резинок Таких красных резинок Опускаем на столбиках все вниз, а на центральных, как обычно, немножко поднимаем наверх. Следующий ряд у нас будет рядом с щечками. Щечки я буду делать оранжевого цвета, а процесс их создания точно такой же, как и процесс создания глаз. Беру одну резинку, скручиваю два оборота, захватываю, накидываю еще раз на крючок, переношу на пару бордовых и накидываю на те же два столбика, на которые накинут один из глаз. Со второго на третий столбик. Обратите внимание, что это та же сторона, где и глаза у нас накинуты, не перепутайте. Еще одна щечка. С третьего на четвертый столбик над вторым глазом. И опять же, чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся столбики по периметру накидываем пары красных резинок. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда, по четыре на каждом столбике. Теперь будем делать рот. Для создания рта нам понадобится одна черная резинка. Поворачиваем станок так, чтобы лицо свеклы смотрело на нас. Берем одну черную резинку, закручиваем ее два оборота на крючке. Захватываем четыре резиночки на столбике, которые находятся между щечками. И снимаем на эти четыре резинки два оборота черной. Теперь скидываем бордовые резиночки или красные со столбика. Двигаем ближе к центру рот. И возвращаем на столбик резинки, которые только что оттуда сняли. Таким образом, чтобы черная резинка у нас оказалась за столбиком. Что в моем случае и получилось. Центральную часть поднимаем немножко наверх. И накидываем самый обычный ряд по две резинки на каждую пару столбиков по периметру. И снимаем с каждого столбика, после того, как накинули этот ряд, нижние четыре резинки. Теперь приступаем к этапу сужения. Мы будем убирать резинки с некоторых столбиков. В частности, сейчас нужно убрать резинки вот отсюда и вот отсюда. А также с центрального столбика вот этой стороны и с центрального столбика противоположной стороны. Давайте начнем вот с этих столбиков. Например, вот отсюда я захватываю верхнюю пару резинок. Всего здесь четыре. Я захватываю лишь верхние две. Снимаю со столбика и смотрю, откуда эта пара идет. Видно, что она идет вот с этого столбика. Поэтому я накидываю на противоположный. Соответственно, оставшуюся пару я накидываю вот на этот столбик. Опускаем резиночки вниз и разбираемся вот с этим теперь столбиком. Захватываю верхнюю пару. Откуда она идет? Вот с этого столбика. Поэтому мы накидываем на противоположный, то есть вот на этот. А оставшуюся пару, соответственно, вот сюда. Опускаем то, что у нас получилось вниз. Теперь работаем вот с этим столбиком, самым центральным. Захватываю верхнюю пару. И смотрю, откуда она идет. Видно, что эта пара относится вот к этому столбику. Поэтому я накидываю ее на вот этот. А, соответственно, оставшуюся пару я накидываю вот сюда. Опускаем резиночки вниз, поворачиваем станок другой стороной и разбираемся вот с этим столбиком. Захватываю верхнюю пару. Откуда она идет? Вот отсюда. Накидываю на противоположный столбик. А оставшуюся пару накидываем вот сюда. Опускаем то, что у нас вниз, то, что получилось вниз и накидываем резинки по кругу. И здесь, обратите внимание, сейчас вот здесь пару накидываю. А следующая пара у нас натягивается вот с этого столбика за центральным, мы ее заводим, и накидываем на следующий. Вот этот столбик у нас получается пустым. Затем следующая пара. Пара, соединяющая ближний ряд с дальним. Пара. Опять длинная пара. Отсюда, за центральным столбиком. И на вот этот. Еще пара. И пара замыкает наш круг. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего ряда. Но здесь, обратите внимание, что на столбиках, на некоторых, по 6 резинок. Можно их сразу все захватить. Например, вот так. Все 6 захватил и скидываю со столбика. А можно частями. Например, сначала 2 резинки, затем оставшиеся 4. Вот здесь тоже частями можно сначала, например, 2 или 3 скидываем. Затем оставшиеся. Здесь тоже 6 внизу. Поворачиваю станок. Снимаем. 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 Отлично, по всему периметру нижние резинки мы сняли. Давайте опустим их вниз, а центральную часть опять поднимем слегка наверх. Сейчас нам нужно подвинуть ближе к центру резиночки вот с этих столбиков. Посмотрим. Отсюда захватываю все резинки, снимаю, накидываю на соседний столбик, который ближе к центру. Отсюда тоже захватываю, двигаю ближе к центру. То же самое делаю на противоположной стороне, но для удобства вот эти резинки, центральные я, их к центру тоже так подвину. Поворачиваем станок и разбираемся вот с этими парами. Двигаем их ближе к центру точно так же, чтобы у нас резиночки, как и здесь, также встали. Подвинули к центру, но это еще не все, что нам нужно сделать. Сейчас нам нужно убрать резинки с диагональных столбиков, то есть вот с этого и, соответственно, по диагонали вот с этого столбика. Захватываю верхнюю пару, откуда эта пара идет, смотрим, она идет вот с этого столбика, поэтому накидываем ее на данный. А оставшуюся пару накидываем, соответственно, вот на этот столбик. Опускаем вниз и разбираемся вот с этим, противоположным столбиком. Поверну станок так, чтобы мне было удобнее и лучше видно. Захватываю верхнюю пару, откуда она идет, вот с этого столбика. Захватываю верхнюю пару, откуда она идет, вот с этого столбика, накидываю сюда, и отсюда двигаю сюда. Ну и это еще не все. Сейчас нам нужно убрать резинки вот с этого столбика и вот с этого столбика. Давайте это сделаем. Я поверну крючок вокруг столбика, чтобы резинки у меня встали на свои места и чтобы мне было легче разглядеть, где какие резиночки. Я захватываю верхнюю пару и смотрю, откуда она идет. Вот с этого столбика. Поэтому накидываю вот на этот, а оставшуюся пару накидываю вот сюда. Поворачиваю станок и разбираемся вот с этим столбиком. Захватываю верхнюю пару. Она идет вот отсюда, поэтому накидываю на противоположный столбик. А оставшуюся пару накидываем вот сюда. Теперь нам нужно накинуть четыре пары резинок по периметру. Ну вот здесь пару накидываю за центральным столбиком, ее заводим. Накидываем вот сюда. Следующая пара у нас соединяет ближний к нам ряд с дальним рядом. Поворачиваю станок. Эта пара у нас сюда идет за центральным столбиком. Он пустой у нас остается. И вот на этот. И последняя пара у нас идет вот отсюда на столбик дальнего ряда. Ну и теперь, как вы догадались, снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя. Здесь у нас по шесть резинок, поэтому мы их частями лучше будем захватывать. Раз. Два. Может даже и не по шесть, а по восемь. Здесь меня сложно сосчитать. Ну в любом случае у нас должны остаться лишь четыре верхних резинки. Поворачиваю. Отлично. Обычно на крайних столбиках резинки опускаем вниз, а центральную часть поднимаем наверх. Чтобы удобнее снялись резинки вот с этих столбиков центрального ряда, можно помочь крючком, перетащив их ближе к центру. И здесь тоже центральную часть поднимаем и крючком немножко помогаю. Уже у нас практически свекла готова. Свекла готова и нам нужно сейчас перенести резиночки ближе к центру. Например, вот с этого столбика и вот с этого. Захватываю 4, снимаю, переношу вот сюда, ближе к центру. И с другой стороны точно так же. Захватываю и переношу ближе к центру. Теперь нам нужно убрать со столбиков резинки вот отсюда и с противоположного столбика по диагонали. Давайте захватим верхнюю пару, откуда она идет. Вот отсюда, с дальнего столбика, поэтому накидываем на ближний, сюда. А оставшуюся пару, соответственно, вот на этот столбик. Поворачиваю станок и разбираемся вот с этим столбиком. Верхнюю пару снимаю, откуда она идет. Вот отсюда. Накидываем, значит, на данный столбик, а оставшуюся пару переносим сюда. Опускаем то, что у нас получилось сейчас вниз. И у нас всего осталось два столбика, на которых есть резинки. Сейчас нам нужно взять пару, накинуть с левой стороны, с одного столбика на другой. И с правой стороны точно так же. Вот с этого столбика накидываем на дальний. И снимаем резинки нижнего слоя. Здесь их лучше снимать не все сразу, а частями, потому что их действительно много. Отлично, почти все готово. Центральную часть аккуратно поднимаем наверх. Сейчас нам нужно отсюда и с оставшегося вот этого столбика снять нижние пары резинок. Здесь две захватываю нижних, скидываю. И здесь две нижних захватываю и скидываю. Те резиночки, которые остались на столбиках, переносим на крючок. Вот здесь и здесь на крючок. Немножко вытягиваю. Беру пару резинок, накидываю на крючок, протаскиваю сквозь петельки, которые у меня образовались, другую часть на крючок и левую часть этой пары просовываем внутри и затягиваем. Вот такой у нас корешок у этой свеклы получился. Убираем резинку, которая у нас в центре, закручена на листьях. И, собственно, все. Я вас поздравляю, наша поделка свекла готова. Вот это вариант с резинками, где глазки сделаны из резинок. Это глазки сделаны из бусинок. А вот вариант еще сделанный из резинок цвета металлик. Тоже так достаточно интересно смотрится. Я надеюсь, что этот урок у вас получился и что эта свекла дополнила вашу коллекцию фигурок 3D-фигурок. Ставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные уроки, в том числе и по плетению подобных 3D-фигурок. И также пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы. Мы встретимся с вами в следующих уроках. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова